Девушки отдыхают И ко многим из этих людей хочется вернуться, потому что так и кажется, что упустил что-то главное, самое интересное, самое существенное. Как вы помните, в начале весны мы рассказывали о боевой дружине Александра Белова, а немножко позже, летом, мы показывали репортаж о школе выживания, которую возглавляет Александр Ретюнских. Сегодня мы не случайно собрали этих людей вместе, и толчком к нашей программе послужило то, что вот совершенно недавно я, возвращаясь из телецентра домой, заметил двух молодых людей на остановке, которые, как они выразились, пинались, что-то там пытались имитировать из каратэ или токвандо, я так и не понял. И хочется сказать такую вещь. Благодаря нашему огромному кинопрокату идет гипертрофированная пропаганда восточных видов боевых искусств. И мы забываем о том, что у нас на нашей русской земле все-таки еще пока сохранились традиции русского боевого искусства, которые ни в чем не уступают восточным. Об этом мы сегодня и хотели рассказать, ведь не зря говорят, что все-таки новое это давно забытое старое. Об этом давно забытом старом мы сегодня и хотели бы поговорить. И начнем мы с Александра Белова. Тут так получилось, что у нас три Александра вместе присутствуют. Саша, мы начинаем все-таки с вас, потому что вы представляете более древние виды боевых искусств. И с чего мы начнем? Наверное, даже начнем с вашего облачения. На вас сейчас... Калантарь. Это вид доспеха называется калантарь. Наручи или локти. Значит, вот это вот традиционный вид доспеха. Значит, вообще доспех, древнерусский доспех, достаточно гибкий, мобильный очень. Весь построен, базируется на кольчуге, на броне. Значит, соответствующим образом можно предполагать, да это, в общем-то, и не предположение, что древнерусский воин был чрезвычайно подвижен в бою. У него нет мощного доспеха с ребром жесткости, традиционным европейским ребром жесткости, фронтальным посредине. Вот почему, с чем это связано? Опять же, мы сейчас говорим о том, что боевое искусство прослеживается во всем, буквально во всем. Начиная от заточки сабли, от заточки меча, от технологии его изготовления, и кончая, там, скажем, механикой удара, какого-то одиночно взятого удара. То есть во всем прослеживается строгая закономерность. История — это вообще закономерность. Истории случайности не бывает, понимаете. Есть случайности, которые нам кажутся случайностью. На самом деле, исторический процесс — это строгая закономерность, событийная закономерность. И всё-таки, Саш, давайте вернёмся к вашему доспеху и попробуем его детально рассмотреть и объяснить все функциональности, что, для чего, почему и зачем. Ну, начнём, наверное, с кольчуги. Кстати, сколько здесь колец? Калантарь. Это калантарь? Да. Значит, ну, на калантары ходит меньше колец. Вообще, на кольчугу ходит до 30 тысяч колец и более того. Значит, всё зависит от того, какой эпохи доспех. Значит, более поздний доспех, с 12 века начиная, если у нас кольчужный доспех, кольчуга длиннее становится. Длиннее рукав у кольчуги, соответственно, большее количество колец. Значит, кольцо разного диаметра может быть. Европейские кольчуги с мелким кольцом. Значит, традиционные наши, по традиционной вязке, кстати, говорят, русская вязка так называемая. Она чем-то отличается от европейской? Отличается от европейской вязки. Вообще, кольчуга считается, ну как, я сейчас скажу, что это русский доспех, нас обвинят в шовинизме. Но вообще, если смотреть по источникам, то в 12 веке у франков считалось так, что кольчуга – это дорогой доспех, приходящий из Руси. Его привозят из Руси. То есть, на мой взгляд, достаточно даже вот этой фразы для того, чтобы объяснить, в общем-то, откуда идёт доспех. Хотя, конечно, кольчужный доспех используют и арабы, тоже самое, и Восток его используют. Но вместе с тем, вот Европа знает его как доспех, приходящий из Руси. Саша, я сразу предвижу вопрос всех телезрителей. Доспех, который на вас, кто его делал? Сохранились мастера или это вот ваше творчество? Нет, ну мы не занимаемся, конечно, таким творчеством. Причем каждый должен в жизни заниматься своим делом. Воины должны заниматься боевым искусством. Делают ремесленники, очень хорошего, ну уровня ремесленники, конечно, я подразумеваю под словом ремесло, понимать, как кастовую структуру. Не просто, скажем, вот сейчас принятый, говорит, ремесленник, значит, кастовая структура. Кузнецы, профессиональные кузнецы делают. Причем у нас есть выбор сейчас. Если раньше мы искали людей, кто может сделать доспех, реконструировать его, то сейчас у нас уже есть выбор. И мы выбираем лучшее из лучшего. Таким вот образом. Понятно. И давайте продолжать дальше. Под кольчугой, по-моему, носилась нательная рубаха. Под кольчужная. Под кольчужная рубаха, но сразу вы меня, конечно, выставляете, потому что я без под кольчужной рубахи. Вообще кольчуга, вот хотел вам задать такой вопрос, просто как викторину провести. Когда последний раз на битвах надевали кольчугу? Вот я думаю, наш... Я затрудняюсь. В 1812 году целые подразделения сражались в кольчуге, в доспехе. И генерал Ермолов, наконец, он спас себе жизнь тем, что у него под мундиром, под колетом была кольчуга. Ему ударил когда осколок, то он благодаря этому спасся. Все, пожалуйста, 1812 год. То есть кольчуга живет очень давно и очень долго. Сейчас кольчуга тоже, это не мои байки, не мои выдумки, сейчас пытаются сделать титановые сплавы колец и предложить в качестве бронежилетов. Почему? Потому что этот бронежилет кольчужный очень подвижный, очень мобильный, очень легкий. Так вот, основной здесь самый функциональный, на мой взгляд, и самый приятный для тела. Понимаете, вам надо сражаться, и вам должно быть приятно сражаться. Так вот, самый амортизирующий, значит, вид амортизации под кольчужной рубашки, это чепрачная кожа с приклеенным, проклеенным войлочной прослойкой. Вот это прекрасно для тела. И с точки зрения теплоизоляции, поддержания энергетики, и с точки зрения подвижности, и с точки зрения амортизации удара. То есть замечательный доспех. Вообще, прошу прощения, я не даю вам сказать, и не дам вам сказать. Значит, доспех, древнерусский доспех, я европейский доспех, не буду о нем говорить, не знаю. Древнерусский доспех тем хорош, что в нем лучше, чем без него. Вот принцип доспеха такой, понимаете, вот без него хуже, а в нем прекрасно, понимаете. То есть он как-то организует, он низковое движение. Он распределён. Да, он даёт возможность балансировать. Представьте себе, что вот вы начали заниматься атлетизмом, атлетической гимнастикой. Вы вошли в этот режим, вам приятно держать на себе мышечный каркас. И вы думаете, что так лучше, чем было раньше, правильно? Вот доспех то же самое, понимаете, он вас содержит. Так, одну секундочку, у нас здесь стоит Александр Ретюнский, который работает без доспехов, наоборот, его одежда свободная. Саша, может быть, несколько слов о преимуществе вот такой одежды? Ну, это не кольчуга, это обычная одежда, называется масхалат. Его носят либо разведчики, либо вот сейчас пограничники носят на дежурство и так далее. То есть вот он лёгкий, свободный, он под зелень, под природу, вот, в нём легко бегать, он проветривается, в нём не жарко. Саша, вот такой вопрос. Я знаю, что вы сейчас уезжаете преподавать курсы телохранителей, да? Да, мы уже провели ряд курсов телохранителей, в общем-то, и наша система пока... Ну вот, возвращаясь к нашему разговору, о чём только что рассказывал Александр, о том, что, в принципе, наши неуклюжие и здоровые бронежилеты можно заменить лёгкой кольчугой из титановых сплавов. Это вот как раз возвращаясь к разговору, что новое давно забытое старое. Как вы думаете, это действительно функционально, это будет лучше? Я думаю, что если это получится, я думаю, это будет лучше. Потому что, действительно, кольчуга очень удобная, и она и телу приятная, и в ней двигаться хорошо. Потому что современные вот эти бронежилеты, они действительно такие тяжёлые. И в них мобильно работать очень тяжело. Тем более в стеснённых обстоятельствах, когда приходится и охранникам, да и когда нужно брать особо опасных преступников, чаще всего это не выходить где-то в поле рубиться, а это в основном в стеснённых обстоятельствах. Поэтому, конечно, бронежилет нужен такой, чтобы работать можно было мобильно. И вот это вот то, что сейчас Александр сказал, это для меня, например, тоже новость и интересная. Если это получится, то на вооружение возьмут, я думаю, не только правительство, но и обычная охрана, которая сейчас, в общем-то, существует, так как у нас и кооперативы, и, в общем-то, хозрасчёт, и люди уже стали богатые, и криминал, охранники нужны. Я думаю, что необходимость в этом, она, конечно, уже нужна. Кстати говоря, вот идея охранника, идеально подготовленного воина, это как раз та нить, которая связывает нас со школой выживания, например. Почему? Потому что это современная система. Ведь обратите внимание на то, что Саша говорил об охранниках, о школе подготовки охранников. Но мы, если мы будем рассматривать традиции русского боевого искусства, то перед нами есть такой воинский институт, как Гриди. Что такое Гридь? Гридь – это охранник. Это тот самый телохранитель князя, который у князя стоит за спиной. Князь никогда никому спиной не встанет. За спиной князя может стоять только Гридь. Впоследствии Гриди заменили рынды, так называемые. Но это уже более ритуальные воинства. С высокими, наверное, видели шапками, с посольскими топориками они стояли. То есть это вот уже вошло в ритуал. Ну, сейчас вот у нашего президента тоже ходят там неслабые ребята. Такие вот. Ну, там своя система, конечно, охраны. Но, в принципе, ведь это идет из глубочайшей древности. И нас интересует, в первую очередь, система подготовки. Ведь, понимаете, охранник, профессиональный воин, он рожден в воинской касте, он рожден воинским родом. Он не может быть человеком со стороны. То есть у него за плечами огромный генетический потенциал. Потенциал самосознания воинского. И это чрезвычайно важно, потому что научить бить по морде можно, знаете, там, ну, вот одного, другого, третьего. Но научить быть воином, бойцом научить быть, это, понимаете, вот если не заложено, можно развить это чувство. Это чисто генетически. Ну, как сказать, вы понимаете, если не заложено, то это очень трудно сделать. Вы видите традиции боя сам на сам. Значит, то, что сейчас известно как единоборство. На Руси существовали в кулачном деле три направления боя. Это стеночный бой, коллективный бой, стенка на стенку. Бой сам на сам, это то, что вы сейчас видите, это стиль сечи. Так называемая сеча. И бой куча мала, или сцеплялка-свалка, или профессиональная русская драка. Гармошка, вот сейчас вы слышите, наигрыш на гармошке, наигрыш на драку называется. Этот наигрыш заводит бойца, вводит его в определенное состояние функциональное для боя. Соответственно, увеличивает скорость двигательных реакций, скорость атаки. Ну, пускай не смущает появление Любы с гармошкой, оно не случайно. Дело в том, что гармошка играет здесь очень большую роль. Помимо того, что Люба у нас в данном случае является связующим звеном между двумя, если можно так сказать, эпохами, да? Саша, вот можно два слова о гармошке и какая ее роль все-таки в кулачном бое? Ну, начнем вообще с музыкальных инструментов. Дело все в том, что существует определенный звуковой ряд, который накладывается на технику боя. Ведь известно, что греки, в греческий кулачный бой накладываются на свирель. Значит, и всегда сопровождался именно игрой на свиреле. Вот так же то же самое и здесь. Ведь мы даже, когда с вами говорим о технике боя с оружием, когда идет дружина, в бой вступает, там трещотки трещат, там гудок, там визжат волынки боевые, рог гудит. То есть определенным образом это настраивает воина на битву, создает эмоциональный определенный настрой, накал, значит, внутренний. И, конечно, безусловно, еще и на противника действует. Устрашающий, угрожающий. Но вообще, если рассматривать физиологию музыкального ряда, который, значит, работу нашей физиологии, то у нас, мы, безусловно, в технике боя идет процесс возбуждения. Это нас будоражит определенным образом, мы уже об этом говорили. Вот, тем самым срабатывают аэробные свойства организма. То есть мы, значит, увеличивается скорость двигательных реакций, безусловно. То есть то, что называется заводит. Заводит, заводит, раскручивает, быстрота движения реакций. Тем, да, совершенно верно. Гармошка, вот в данном случае, это уже русский инструмент, более поздний. Это инструмент, в данном случае, вот гармошка 19 века, причем сам по себе инструмент уникален. И вот этот вот наигрыш, он называется на драку. Значит, была такая школа русского кулачного боя, называлась школа ломания. Значит, есть сейчас направление буза, значит, кулачного боя, такое направление, ну, можно сказать, стиль. Значит, хотя это, в общем, не совсем точное для Руси наименование, вот стиль, принцип стиля. Вот, так вот, там, конечно, большую роль играет именно вот этот специфический наигрыш. То есть это является обязательным компонентом. Саша, я помню, вы мне как-то рассказывали о том, что хороший гармонист даже ценился больше, чем боец. Да, ну, это вот тогда мы, когда были на семинаре в Ленинграде. Значит, нам показывали, ну, из первых рук, из САХи, как их брали, старичков, они плясали, разговаривали и так далее. Остались еще старички, которые... Конечно, есть, есть съемки, которые этим занимались, и рассказывали, что их деды когда-то... Вот там, значит, по телевизору, когда снимали, один мужичок, старичок, ему уже за 80 лет он там плясал, значит, имитировал бой, и он рассказывал, что, говорит, вот, например, у него отец или дед там, я уже не помню, который дрался, один выходил на деревню. И он говорил, что, первое, он сказал, что не отец там был такой вот, значит, драчон, а то, что у него был гармонист. Вот что самое важное. Я еще переспросил у ребят, что, а что это значит? Он говорит, что ценился гармонист, он заводил своего, говорится, кулачника на бой. Именно здесь вот очень тонко должно быть. То есть какой гармонист, такой будет и боец. Саша, а вот для меня дилетанты немножко непонятен такой момент. Гармонист, когда заводит, он же заводит не только своего бойца, но он заводит его противников? Нет, потому что у них уже есть какая-то такая психологическая договоренность, наверное, уже специфика, и они в паре наигрыш, и живут этим. И, наверное, энергетически тоже здесь. Потому что, когда играют, вот этот вот плясун, кулачник, он уже входит в состояние транса. И они начинают вот именно как бы в медитативном таком состоянии работать. Впадают в какое-то гимнатическое состояние, уже начинают работать. Да, и тот им управляет гармошкой, управляет его психикой. Каждый регион ведь имеет свой наигрыш. И можно предположить, что там, где практикуются кулачные бои, наверняка даже деревня тоже имеет каждый свой наигрыш. Специфически наши, допустим, вот, те забугорные, они вот по этому наигрышу идут, а те заречные, они по-другому наигрышу работают. Люба, а вот всё-таки вы сейчас нам играли. Откуда вы знаете эти наигрыши? Где вы их узнали, откуда их почерпнули? Эти наигрыши я играю Камаринскую. Это старинная народная песня, Камаринская. И интонации я передаю, такие интонации, которые, ну, способствовали бы вот именно нагнетению такой страсти, что ли, борьбе. Люба, вот вы всё-таки немножко импровизируете во время игры, да? Вот вы импровизируете как? С учётом того, что вы знаете людей, которые сейчас дерутся, знаете какие-то особенности их характера, можете как-то на ходу ими немножко управлять. Вы чувствуете этот момент? Я чувствую просто психологическое состояние и момент схватки. И я вот это стараюсь передавать. Гармошка у вас замечательная. Вы ни два слова нам не скажете. Это старинная гармошка, где-то ориентировочно 19 век, старого мастера. Здесь даже есть его инициалы. Вот, посмотрите. Вот, П и А. И старинная резьба, очень интересная, видите? Инкрустированная есть, небольшие, видите, вот здесь эти. А где вы научились играть на гармошке? Научилась я играть в Саратове. Я поехала в Саратов, и эта гармошка очень маленькая по размеру. Она как раз женщине подходит, потому что тяжело, очень тяжело носить. И я решила научиться именно на этой гармошке, на Саратовской. Так как она лёгкая. Саша, я знаю, вы представляете две различные школы, если можно так сказать, два различных направления. Но вы всё время находитесь в тесном контакте, потому что и тот коллектив, и другой параллельно ведут постоянный поиск. Вы как-то обмениваетесь информацией, вы как-то подпитываете друг друга этой информацией. И всё-таки вот то, чем занимаетесь вы, оно своими корнями уходит в старое, в прошлое. Ну, вот, ну, различные системы, различные направления. Но суть-то одна, суть одна, в общем-то, и форма одна, и скелет один, движение одно и то же. Значит, здесь просто мы занимаемся современным боем, потому что у нас, в общем-то, наш инструктор, наш тренер, он сам бывший, значит, офицер, и занимался с нами именно современным боем. Но корни его вот уходят, как раз вот отрадно, что Саша занимается корнями. В прошлом году мы в Ленинграде, у нас был что-то на вроде семинара, да, что-то семинар, или как там, сбор, значит, от русских единоборств. И там много было представлено интересных вещей, интересных систем, которые, в общем-то, тоже связаны в какой-то степени именно подготовки война. Вот. Значит, и отрадно то, что мы сейчас стали собираться, именно в период возрождения России, наверное, так, да, когда вот это всё не просто уже стало игрой, словами, а действительно это уже, ну, какая-то частица нашей жизни. Это стало вашей профессией, то есть это идёт на профессиональном уровне. Вот. Ну и мы, нам тоже приятно, в общем-то, внести лепту возрождения России именно с позиции части культуры, которая основана на боевых искусствах. Саша, если можно, несколько слов об орнаменте, потому что тоже мало кто знает, что обозначают эти символы, которые мы часто видим на и новых, и на старых орнаментах. Значит, символы эти вообще, рубашки, это говорящая вещь, говорящий предмет. То есть здесь существует куча всевозможных значений. Символика вся сакральная здесь. Это то, что называется обереги, то есть специальные знаки, которые оберегают нас с вами. То есть мы надеваем эту рубашку, мы уже заговорены посредством знака, графического образа символа. Вот чисто мужской орнамент идёт здесь. Значит, вот это вот драконоборчество. Это всадник, традиционное изображение всадника, значит, попирающего хвост дракона. То есть это вот драконоборчество, чисто мужской, сюжет мужской орнамент. То же самое по подволу. Ну вот здесь не заполнен весь подвол, он должен быть заполнен полностью, весь, значит, вышивкой. Но здесь вообще нет, полей нет, немножко здесь неграмотно это всё выполнено. Потому что вот у Любы там выполнено всё точно. То есть должны идти поля. То есть у нас здесь структура мира. Нижняя часть преисподня, земля и небо. То есть вертикальная структура мира посредством, значит, разных полей. Вот здесь дано только одно поле и вот дано чуть-чуть так коснулось небесной стихии, но очень ограничено. Вот это вот, почему мы говорим о том, что это мужская вышивка, потому что ладья. С одной стороны ладья, с другой стороны боевые птицы. Женщины себе никогда не вышивали боевых птиц. У них есть павлины, значит, у женщин там с пышными хвостами. Вот, значит, чем отличается боевая птица? У боевой птицы загнут клюв. С одной стороны и лапы мощные, но здесь вот, кстати, лапы не такие мощные, но вообще мощные лапы. Может быть, здесь петухи еще, кстати говоря. Петух тоже это мужская вышивка. Вот у женщин, как правило, там это вот в другом ракурсе сделана птица, и там это павлин называется. Павлин, утица, там всякие такие вот вещи. А вот это вот ладья. Ладья мало того, что это мужская вышивка, это еще и вообще символика княжеская, знатная, знатного дружинника. Очень старая символика, очень архаичная, вот знак ладьи. Значит, вот эти вот значки, вот у Любы тоже они есть, вот этот вот знак, соединяющий знак. Означает примерно так символика, да будет вечно. То есть они уходят в пространство, они могут быть вообще бесконечными. Идет знак, повторяющийся знак, повторяющиеся знаки в центральном поле. И соединены они между собой значками, соединяющимися значками, расходящимися, как лучи. Вот лучи означают, да будет вечно, или пусть будет так всегда. Да.